Уважаемые коллеги, уважаемый президент, химиолучевая терапия – основной радикальный метод лечения местно распространенного нерезиктабельного рака легких. Но в России в 2017 году такое лечение получили менее 3%. И одна из причин связана с токсичностью химиолучевого лечения. В 2010 году был опубликован метаанализ 19 рандомизированных исследований, показавший, что одновременная химиолучевая терапия снижает риск смерти на 8% в сравнении с лучевой терапией и на 13% в сравнении с последовательной химиолучевой терапией, но сопровождается более высокой токсичностью. На сегодняшний день Национальная онкологическая сеть Америки и Русска предлагает нам несколько схем полихимиотерапии для одновременной химиолучевой терапии. Это схемы на основе препаратов платины, цисплотина и карбоплотина. В 2013 году был опубликован систематический обзор 17 исследований, целью которого был анализ нежелательных эффектов, возникающих в процессе одновременной химиолучевой терапии. Часть пациентов получали цисплотин в монорежиме либо в комбинации с другими препаратами, часть получали схемы с карбоплотином. Понятно, что токсичность складывалась из токсичности химиотерапии и лучевой терапии. Хорошо известны высокие метагенные свойства цисплотина, и у пациентов, получавших этот препарат, тяжелая тошнота и рвота возникали более чем в 20% случаев. Значительно менее выраженный метагенный эффект у карбоплотина. Однако подобная токсичность сообщалась лишь в ранних исследованиях. В последующем применение трехкомпонентной антиэмитической терапии позволило решить проблему такой токсичности. Среди других наиболее значимых клинически значимых нежелательных эффектов, возникающих в процессе химиолучевого лечения, был отмечен эзофагит. Частота тяжелого эзофагита может достигать 30 и более процентов, но наиболее часто встречались нежелательные гематологические реакции, причем тяжелые, по данным отдельных авторов, встречались более чем в половине, иногда почти в 100% случаев. К сожалению, нежелательные эффекты могут быть причиной летальных исходов, хотя риск невысок, не более 2-3%, но надо понимать, что речь идет о радикальном лечении. Авторы этого обзора считают, что оптимальным являются или предпочтительным низкие дозы цисплотина, вводимого ежедневно, и более высокие дозы лучевой терапии. Как влияет одновременная химиолучевая терапия в сравнении с последовательной химиолучевой терапией на выраженность нежелательных эффектов, можно проследить по результатам рандомизированного исследования ARTOK-9410. Это одно из наиболее крупных подобного рода исследований. В него входило более 600 пациентов с нерезиктабельным раком легкого. Наиболее высокая выживаемость была у пациентов, которые получали облучение в традиционном режиме с одновременным назначением цисплотина и венбластина. У этих пациентов тяжелые эзофагиты встречались в 22% случаев, и это в 7 раз больше в сравнении с последовательной схемой. Но больше всего эзофагитов до 45% было у пациентов, которые получали облучение в режиме гиперфракционирования с дневным дроблением дозы. Известно, что эзофагиты проявляются затрудненным прохождением пищи, болями, связанными с приемом пищи. Эти проявления появляются в процессе облучения примерно на 3-4 неделе, и после завершения облучения стихают постепенно также в течение нескольких недель. Риск тяжелых эзофагитов выше у пациентов пожилого возраста. Чаще такие тяжелые явления встречаются у женщин, у пациентов, имеющих снижение массы тела до начала лечения, имеющих сопутствующие заболевания пищевода и желудка. Ну и, конечно, риск эзофагита зависит от дозы, от расположения пищевода относительно так называемых целевых объемов. Тяжесть лучевого эзофагита, как, впрочем, и других токсических эффектов, может оцениваться по двум шкалам – РТОК и Национального института рака. Градация основана на тяжести симптомов, на выраженности симптомов и объеме требуемой терапии. Грейт 1 – симптомы отсутствуют либо слабо выражены. Грейт 2 – это так называемый симптомный эзофагит. Грейт 3 – тяжелый эзофагит, требующий зондового питания. Грейт 4 – это состояние, угрожающее жизни пациента. Уже на этапе планирования лучевого лечения можно прогнозировать риск развития эзофагитов и их тяжесть. Обычно мы ориентируемся на толерантные уровни, рассчитанные на 5-процентный риск осложнений. Однако пищевод расположен, как правило, вблизи клинического объема, нередко входит в планируемый объем, и соблюсти этот параметр обычно бывает невозможно. Приемлемым уровнем токсичности считается риск симптомного эзофагита менее 30%. По критериям квантек это достигается при средней дозе на пищевод менее 34% и при объеме пищевода, получающем дозу 35, 50 и 70 Грейт, соответственно, менее 50, 40 и 20%. Нет прямой корреляции между выраженностью раннего и позднего эзофагита, но более чем у половины пациентов с тяжелым эзофагитом Грейт 3 возникают поздние осложнения, среди них такие тяжелые, как фистула и стеноз. В 2013 году был опубликован метаанализ, в который входило более тысячи пациентов с немелкохлеточным раком легкого, которые получали химиолучевое лечение, большинство с цисплатином. Эзофагиты Грейт 3 были у 17% больных, у 10 пациентов чуть менее 1% имели осложнения тяжелые, крайне тяжелой степени. В этом анализе авторы пришли к выводу, что наиболее точным предиктором риска эзофагитов является объем пищевода, получающий дозу 60 Грейт. По данному параметру были выделены группы низкого, среднего и высокого риска. И к группе высокого риска были отнесены пациенты, у которых объем пищевода, получающий дозу 60 Грейт, превышал 17%. У этих пациентов симптомные эзофагиты встречались более чем в половине случаев, а эзофагиты Грейт 3 в 22% случаев. Для того, чтобы можно было воспользоваться этими критериями КванТЕК, важно правильно оконтурить пищевод. Весь его объем, начиная от перстневидного хряща до входа в желудок, включая кардиоэзофагиальный переход, обычно не возникает проблем с оконтуриванием пищевода. Вот пример того, как дозиметристы по-разному, нижняя картинка, увидели контур пищевода. Кроме того, пищевод может смещаться с дыханием, причем более существенно, чем сама опухоль. Из-за этих неопределенностей тяжесть развившегося эзофагита может превышать ожидаемую. Проводимая одновременно с облучением химиотерапия усиливает тяжесть эзофагита и ускоряет его появление. Если тяжелые эзофагиты при одной только лучевой терапии возникают примерно в 1% случаев, то при добавлении химиотерапии риск тяжелых эзофагитов Грейд 3 может возрастать до 30%, иногда почти до 50%. В современной технологии лучевая терапия с модуляцией интенсивности снижает риск тяжелых эзофагитов, однако проблема этой актуальна и для этих пациентов. Надо сказать, что практически все пациенты, получающие облучение по поводу рака легкого, испытывают проявление эзофагита в той или иной степени. Поэтому важно всем пациентам уже сначала лечения назначать диету, крайне важен контроль за питанием. И если мы решаемся на проведение химио-лучевого лечения у пациента с дефицитом веса, должны обеспечить пациента белковым питанием с первого дня лечения. Важен контроль за весом в процессе лечения. И если снижение веса достигает 2 кг за неделю, и есть признаки дегидратации, то пациент должен быть обеспечен зондовым питанием. Важно с первыми признаками эзофагита назначить противоболевую терапию. Кроме того, должны быть назначены препараты, которые облегчают проявление симптомов. Это ингибиторы протонной помпы, блокаторы H2-рецепторов. Вполне логично назначать препараты гастропротективного действия. И нередко упоминается препарат сукральфат. Это препарат с местным выволакивающим эффектом и антоцидным эффектом. Однако есть сообщения, в которых говорится о том, что этот препарат малоэффективен в такой ситуации, и его применение может сопровождаться гастро-желудочно-кишечными осложнениями. Во всяком случае, если назначается несколько препаратов из разной группы, то необходимо учитывать лекарственное взаимодействие. А для этого важно привлекать профильных специалистов – гастроэнтеролога либо клинического фармаколога. Нет единого мнения о необходимости профилактического применения противогрибковой терапии, хотя грибковая инфекция нередко сопутствует тяжелому эзофагиту. Но, наверное, при тяжелом эзофагите все же есть смысл такую терапию проводить. Если применяется весь комплекс терапии своевременно, то у большинства пациентов удается наладить своевременное питание и избежать перерывов в лучевом лечении, что крайне важно для достижения максимального эффекта лучевой и химиолучевой терапии. Сами эзофагиты, как правило, не угрожают жизни пациента, однако нарушение питания, связанное с эзофагитом, может быть причиной неустраненной, может быть причиной серьезных осложнений, в том числе с фатальным исходом. Еще одним крайне неприятным нежелательным эффектом, связанным с лучевой и химиолучевой терапией, являются пневмониты. По результатам исследований РТОК-9410, тяжелые пневмониты, как ранние, так и поздние, Грейт-3, встречались реже, чем эзофагиты, причем не было значимых различий в частоте таких эзофагитов в зависимости от схемы лечения. Лучевые пневмониты проявляются кашлем, начинаются с кашля, от дышки, которая постепенно нарастает, может приводить к ограничению активности пациента, а при токсичности Грейт-4 требовать неотложных мер, искусственной вентиляции легких или трахеостомии. В отличие от эзофагита, пневмонит развивается после окончания лечения в сроки от двух недель до трех месяцев. Через три месяца начинают преобладать фиброзные изменения, и мы, как правило, говорим уже о позднем пневмоните. В эти сроки необходимо дифференцировать острый пневмонит с прогрессией заболевания и со специфической инфекцией легких. Классический пневмонит проявляется рентгенологическими изменениями в поле облучения. Однако надо помнить о возможности так называемого иммуноопосредованного пневмонита, который может локализоваться за пределами поля облучения, и риск такого пневмонита обычно выше при химиолучевой терапии. Приемлемым уровнем токсичности считается риск пневмонита менее 20%. Согласно критериям КванТЕК, этот риск обеспечивается в тех случаях, когда объем легкого, получающий дозу 20 Грей, не превышает 30-35%. При этом средняя доза на легкое не должна быть больше 20 Грей. Посмотрите, как быстро нарастает риск симптомного пневмонита с увеличением дозы на легкое на каждые дополнительные 3-4 Грея. У пациентов, получающих облучение с модуляцией интенсивности, что сегодня не редкость, за счет высокого градиента дозы уменьшается объем легкого, получающих большую дозу. Однако при этом большая часть легкого получает небольшие дозы, для этих пациентов важным параметром является объем, получающий дозу 5 Грей, он не должен превышать 65%. Однако не удалось найти такого порогового значения средней дозы на легкое, ниже которого не существовало бы риска лучевого пневмонита. Это говорит о необходимости добиваться максимального снижения дозы на легкое, как, впрочем, и на другие органы риска, и сопоставлять ожидаемый эффект и возможный риск осложнений. Важно также придерживаться общих принципов оконтуривания легких, и обычно из объема легких исключают визуализируемый объем опухоли. Однако в 2019 году был опубликован анализ дозиметрических планов, показавший, что более точно предсказать риск пневмонита можно, если исключить из объема легких планируемый объем. Но в этом случае нам придется придерживаться общих отступов для клинического и планируемого объема, что пока невозможно. Лучевая химиотерапия, проводимая одновременно с облучением, увеличивает риск тяжелых пневмонитов. Но нет единого мнения относительно токсичности разных препаратов. Есть сведения о том, что наиболее часто применяемые одновременно с облучением при лечении рака легкого препараты цисплатин, карбоплатин, поклитоксел и этапозит не увеличивают риск пневмонитов. Но такие препараты, как доцитоксел и гемцитабин, обладают подобной токсичностью. Но в 2013 году был опубликован систематический обзор. В него входило более 800 пациентов с немелкоклеточным раком легкого, которые получали химиолучевое лечение с использованием двух схем – карбоплатин, поклитоксел и цисплатин и этапозит. Симптомные пневмониты были у 30% пациентов. Пневмониты явились причиной смерти 16 пациентов, что составило 2%. Наряду с дозиметрическими параметрами, значимым фактором риска тяжелого пневмонита оказался возраст, и риск возрастал на каждые дополнительные 10 лет возраста, кроме того, у пациентов, получивших облучение с карбоплатином и поклитокселом в сравнении с цисплатином и этапозитом, риск пневмонита был в 3 раза выше. А наиболее высоким риск пневмонита оказался у пациентов пожилого возраста, получавших химиотерапию с карбоплатином и поклитокселом. Именно такая схема нередко рекомендуется пациентам пожилого возраста. Предикторами же фатальных пневмонитов были укрупненные разовые дозы, больший объем легкого, получающий дозу 20 гры, и локализация опухоли в нижней доле. В 2000 году был опубликован опыт Университета Пенсильвании. 144 пациента получали химия-лучевое лечение, у 8% был тяжелый пневмонит. Значимыми факторами риска оказались общий статус, принадлежность к женскому полу и состояние функции внешнего дыхания. И у пациентов, которые имели общий статус по шкале ЕКОК-1, тяжелые пневмониты встречались в 16% или же в 2%, если общий статус соответствовал нулю. У пациентов с объемом форсированного выдоха более 2 литров тяжелых пневмонитов не было совсем. В 2017 году в этом же университете попытались оценить, как влияет лучевая терапия с модуляцией интенсивности на риск пневмонита в сравнении с 3D-конформной лучевой терапией. Не получили значимых различий невыраженности пневмонита Грейт-3, Грейт-2 по обеим шкалам токсичности. Но вновь подтвердили, что значимым фактором риска являются низкие показатели функции дыхания до начала лечения, локализация опухоли в нижней доле, ну и большие объемы легкого, получающие дозу 5-20 Грейт, и большие значения средней дозы. В онкологическом центре имени Андерсона в 2007 году также оценили риск пневмонитов у пациентов, получающих лучевую терапию с модуляцией интенсивности и 3D-конформную лучевую терапию. При одинаковом значении дозы, несмотря на больший объем опухоли у тех, кто получал облучение с модуляцией интенсивности, риск тяжелых пневмонитов все же оказался ниже в 4 раза в сравнении с 3D-конформной лучевой терапией. Лечение пневмонитов должно быть начато своевременно, соответственно, требуется своевременная диагностика. Лечение должно быть длительным, упорным, обязательным компонентом является назначение кортикостероидов, которые должны применяться несколько недель с последующей постепенной отменой. Должны применяться, безусловно, симптоматические средства, облегчающие состояние пациента, антибактериальная терапия назначается при признаках инфекции. Такое лечение должно проводиться при участии пульмонолога. В 2004 году была интересная публикация в красном журнале, в котором было показано в рандомизированном исследовании, что применение пентоксифилина на протяжении всего курса лучевой терапии снижает риск как раннего, так и позднего пневмонита. Последнее особенно важно, поскольку поздние пневмониты, пневмофиброзы, в отличие от ранних, необратимы, имеют тенденцию к прогрессированию, могут приводить к серьезному снижению жизненной емкости легких и к состояниям, угрожающим жизни. Но, к счастью, такие повреждения бывают редко. Наиболее частыми нежелательными явлениями являются гематологические реакции, и они обусловлены милосупрессией применяемых химиопрепаратов. Опять-таки, по результатам исследования Арток-9410, тяжелые лейкопении и гранулоцитопении встречались у большинства больных. И это, наверное, наиболее частая причина перерывов в лечении, неблагоприятно сказывающаяся на результатах, опять-таки, лучевой терапии. Правда, в этом исследовании большинства пациентов все же удалось... схема лечения была сохранена. Риск таких осложнений выше у пациентов с низким статусом, пожилого возраста. Но о такого рода реакциях еще будут сегодня говорить. Не буду на них долго останавливаться. Интересно, что есть корреляция между тяжестью нейтропении и тяжестью острого эзофагита. Две публикации было 2007 и 2016 года. У пациентов с нейтропенией Грейт-2 и выше чаще встречались тяжелые эзофагиты. Возможно, это связано с тем, что химиотерапия оказывает радиосенсибилизирующий эффект, а возможно с тем, что нейтрофилы необходимы для репарации повреждений слизистой, вызванных облучением. Но, во всяком случае, вывод напрашивается сам собой. Если будут предложены новые схемы химиотерапии с меньшим милосупрессивным эффектом, то менее выраженными будут и эзофагиты. Сегодня наиболее часто применяют две основные схемы – карбоплатин, поклитоксил и цисплатин-эдепозит. В 2017 году был опубликован систематический обзор, который включал почти 80 исследований и около 8000 пациентов. Этот обзор показал, что эффективность этих двух схем сопоставима при большей токсичности цисплатина практически по всем нежелательным эффектам – гематологическим, тошнотервоте, эзофагитам и пневмониту. Однако в 2017 году были опубликованы результаты многоцентрового рандомизированного исследования третьей фазы, которое показало, что выживаемость пациентов, получающих цисплатин, все же выше в сравнении с теми, кто получает поклитоксил. Это вполне закономерно, потому что радиосенсибилизирующий потенциал у цисплатина значительно выше. А вот профиль токсичности был несколько различным. У тех, кто получал цисплатин, чаще встречались тяжелые эзофагиты, а у тех, кто получал карбоплатин и поклитоксил, в полтора раза чаще встречались тяжелые пульмониты. В 2019 году был опубликован систематический обзор 14 исследований, в котором пациенты получали одновременно с облучением 12 различных схем химиотерапии. Прямое сравнение показало большую эффективность схемы с цисплатином в сравнении с карбоплатином как по общей, так и по выживаемости, так и по выживаемости без прогрессирования. Однако, когда авторы стали сопоставлять эффективность и токсичность, то первое место было отдано схеме цисплатина, включавшей цисплатин и новый фторпирамидиновый препарат С1. А вот схема с цисплатином и карбоплатином, депозитом, заняла пятое место, а карбоплатин и поклитоксел – последнее восьмое место. Но эффективность новых схем химиотерапии и меньшую токсичность еще предстоит доказать в рандомизированных исследованиях. Редко говорят о кардиотоксичности лучевой терапии у пациентов раком легких, поскольку подобная токсичность обусловлена поздним повреждением сосудов, и не все пациенты доживают до таких токсических эффектов. Но пока на сегодняшний день нет убедительных данных того, что добавление химиотерапии увеличивает кардиотоксичность. Проблема осложнений химия лучевого лечения, безусловно, весьма актуальна. При отборе пациентов для такого лечения мы должны учитывать те факторы, которые влияют на риск осложнений. И идеальным претендентом, кандидатом для химия лучевого лечения является молодой пациент без снижения веса, без сопутствующей патологии, с хорошей функцией внешнего дыхания, с удовлетворительным общим статусом. Таких пациентов, к сожалению, немного. И придерживаясь этих критериев, мы лишаем значительную часть пациентов раком легких возможности получить максимально эффективное, хотя и весьма токсичное лечение. Но в то же время, надо сказать, что вот эти факторы, эти критерии, они, наверное, не абсолютны. Сейчас многие специалисты считают, что пожилой возраст не помеха для проведения более агрессивного лечения. Функция легких в процессе лучевой терапии и химио-лучевой терапии может улучшаться, если нарушение ее было обусловлено локализацией опухоли в крупных бронхах. Вряд ли мы откажем в проведении химио-лучевого лечения пациенту молодого возраста с хорошим индексом массы тела, даже если у него было значительное снижение веса до начала лечения. И тем не менее, если у пациента пациент не отвечает этим критериям, то мы должны быть готовы с тем, что риск осложнений будет высок и должны обеспечить пациента своевременной диагностикой осложнений. Терапия сопровождения должна быть доступна, должна проводиться своевременно и в полном объеме при участии профильных специалистов – пульмонолога, гастроэнтеролога, клинического фармаколога, химиотерапевта. Конечно, современные технологии и новые схемы химиотерапии, хочется надеяться, позволят расширить группу больных, которые могут безопасно получать химио-лучевое лечение. Наш основной принцип «не навреди», наверное, для пациентов, получающих химио-лучевое лечение, имеет особый смысл. Враг, безусловно, очень серьезен и коварен, но если мы будем его хорошо знать, то мы наверняка справимся с этим врагом и преодолеем все трудности. Спасибо.